всем привет ребята меня зовут виктор и мы продолжаем проходить ведьмак 3 дикая охота так на чем мы там остановились в прошлый раз задание допки так что тут у нас дружеская услуга да дикое сердце но она сейчас уже здесь внизу поэтому мы идем сверху хотя я же говорил что мы туда дружеская услуга найти ингредиенты пропавшие повозки да ну что ж раз было сказано прошлой серии значит мы так и поступим в принципе тут вот недалеко до если побегу до сюда это вот столько пробегу в общем ладно мы сразу щема нем щема нем туда так только вот выход найдем отсюда поражей хочет просить об услуге а ведьмачей значится говори в чем дело поражаю нужен тот что зла не устрашится близится ночь дядов надобно нам праздник обустроить придут заблудшие духи а также и проклятые круг от этих чудищ охранять надобно похоже тут и правда нужен ведьмак ладно я вам помогу ворожей знал что ты не откажешь время собирать людей через озеро отправляйся на коломбийцу там и встретимся в кругу каменьев чем быстрее со всем разберемся тем лучше лучше всего сегодня в помощь так это геральт а ты в курсе что у меня вообще другие планы были мне надо ингредиенты найти для к и ремец между прочим а ты там какие-то дяды собрался тусить так блин я нарвусь кто вы чё ну за мной все дураки что ли хотите чтоб я с вами разобрался что ли так ну чё давай так широкие тяжелые колеса фургон торговца и что ёпфей вот опции водяная дабы чё правда но чё то нихрена только не мои да блять чё ты там сказал а чё баба то на него них не реагирует так стопы иди сюда ты там что-то сказал а отлично а ты все что ли ты сдох то есть ты со своего пони упал и сдох не они они реально думали что у них есть шансы что ли так стопы а чё сколько драться то я могу а вот еще тут ходят кирки блять иди сюда сюда но хорошо прям эх хорошо чё у вас тут ничего путнего да ничего путнего нету так давай посмотрим чё у нас и куда у нас а может ничего может что да что тут такое группа дезертиров сбежала из вродницы теперь бесчинствует в этих землях сбивший сбившись банды по нескольку человек советуем путникам сохранять бдительность спасибо это наверно так как те которые на меня напали так а все мы по следам до пошли что-то куда-то тебя там это отклонился ты от маршрута похоже не он тут же снова с дороги на всем ходу нехорошо позор они хорошо ну да если торговец путешествует по велену в одиночку добром это не кончится куски мяса к таблицу интересно для какого такого заклинания ждем но ничего магического я не чувствую человеческое как кира это объясняем не мог далеко уйти так хочу еще и мне его найти надо да пришелся и ждал помощь помощь не пришли точнее помощь пришла слишком поздно вон тут немного прочитаю волькер дружище мы обстряпали дело всей нашей жизни мало того что мы распродадим весь склад так еще со стройной прибылью клинке нужно все вина из боклера балаже ну во от бажалену воду старой выдержки более белая красная розовая мясо катаблапса мариновую говядину перец крыльцу гвоздику ну просто все дружище единственная загвоздка в том что весь товар надо привезти в велен в деревню подлеси знаю знаю что это небезопасно что там война и вообще но ты подумай какие деньги я уже выправил левую охранную грамоту с ней ты переедешь через спонтер а там уже рукой подать ты справишься твой клаус писи делимся 50 на 50 вот ты поделился да не товаров ни хрена ни хрена ни бабла вот и поделился так ты убери свой меч уже как сон снова что ли я достал вещества которые ты просила прекрасно теперь можно заняться двойным древесным расхождением но сначала нагрей ширина с пряностями я видел что было в телеге мясо дорогие вина зериканские пряности ничего магического может скажешь что-то задумала я лучше покажу но придется немного подождать у меня заинтриговала ладно я подожду тогда брысь на двор будешь наливаться но иди жди перед домом и чё благодарю за терпение я почти готова о белая крыса себе хотел увидеть белых мышек я бы просто напился обрати внимание я сказала почти не мешай что случилось с третьей мышью вероятность что это заклинание получится составляет 66 целых и 67 процента я всегда беру на одну больше на всякий случай но куда она тебя может объяснить что происходит знаешь сказку о золушке и даже реальную историю во дворцовом пруду появился ригер и проглотил принцессу сандрилу от нее осталась одна туфелька умоляю ни слова больше о ригерах вернемся к сказке я мечтаю что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот добрая крестная мне не нужна чары я и сама наложил но от прекрасного принца я бы не отказалась и выходит так что ты единственный достойный кандидат во всем вере нет и так что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине звучит заманчиво я вряд ли смогу отказаться от ужина началось а превратишь тыкву в карету нет превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее не кривись это просто иллюзия совсем не больно а на рассвете все станет как было ну давай гулять так мне же как-то там еще надо на праздник дядов успеть ну как тебе вырез не слишком скромный он такой у тебя и был хамиш девчуля отдохни быстрее а подожди мне надо это блин блин мне ее просто обогнать надо чтоб посуду не мыть я что-то тупанул блин не сразу понял о чем речь то но я посуду мыть вообще не собираюсь у тебя какая то кляча дохлая кейра я то своей там купил этот блин все я первый так а кто это все у настроил да будь я на локоть короче и на путь полегче ну да но тогда бы я тебя не пригласила теперь понимаешь зачем мне понадобились эти субстанции говядина с корицей гвоздейка и жареный каплон с шалотом дело того стоило тебе налить белого или сухого красного ну пусть сперва подышать вот это да не думала что ты ценитель львин думаешь ведь маки питаются салом из утопцев и запирается ну ладно хватит разговоров на пустой желудок давай есть наверное это обошлось тебе в целое состояние может мне вложиться да нет оставь мне на жизнь хватает знаешь десяток яиц там 3 щипаных курочки здесь и вообще мои финансовые дела скоро пойдут в гору как если позволишь спросить ведь в велине можно найти только работу на полях верно так что вариантов у меня два растить репу или съехать отсюда но не об этом я хотела поговорить еще раз спасибо за помощь с башней ты был великолепен это не первое проклятие которое я снял но одно из самых трудных верно на острове такое творилось как подумаю меня в дрожь бросает и лаборатория надеюсь ты все там сжег клетки труб и бумаги лабораторию я не уничтожил если ты об этом да и зачем если изобретение александера попадут не в те руки хотя у коломницы ужасная репутация теперь туда никто и не сунется может и беспокоиться не о чем извини я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина романтического я думал мы здесь как друзья друзья и не только но но твоя сказка твои правила тогда закрой глаза и досчитай до десяти раз два три четыре ну ладно хватит вот и все пошли хочешь поиграть в порядке а ёпсать еще искать ее надо я думал она свалила полин так я же так точно на дяды опоздаю вот сука свяжешься с этими бабами туфелька да жаль туфли могла бы не снимать по вова началась до кейра ну и куда делась золушка утопцы там жрут наверно уже ее а нет ты меня нашел поздравляю я могу рассчитывать на ноги у меня ничего нет но я что нибудь придумаю ну ты уж придумай то я ж на дяды опаздываю а а а а а а а а а в а а н а а а а а а а а ни хера не понял как-то переводится до чё за золушка проснулся усыпила меня заклинания значит что-то задумала башня на коломнице так но отлично мне что-то как раз надо же доступное задание какое-то здесь есть блин мне вот давай мы сперва вот сюда возьмем доступное задание а потом мы ищем и боже геральта где твои ботинки то что-то босиком носишься а потом сгоняем на дяды так давно и что не сохранялся что вы тут делаете а этот что с луны свалился приносим дары все богу понятное дело и вы можете его о помощи попросить если есть у вас подходящие дары потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил а что не так с вашими дарами не шутите видите что мы одни огрызки принесли до войны я бы такого даже псу не дал а что делать какие времена а будет еще хуже все бог сказал что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива реки будут наполняться лягушками а урожай у нас будет жрать какая-то скаранча я бы мог за вас заступиться перед этим божеством что-то мне подсказывает что мы найдем общий язык ну попробовать не мешает чтоб с ним говорить вы должны стать перед алтарем и крикнуть символ помоги несчастному в беде уже к то он может послушает ну-ка чё тут за все бог все бог помоги несчастному в беде пожалуйста пожалуйста потому что я хочу чтобы ты твоя божественность изволил взять назад проклятие который только что на славу у этих крестьян правда нет или они принесут недостойные дары или придет засуха град землетрясения и лавины я сказал лавины здесь и это откуда же не отвечает что поделать пойду его поищу так и закончим разговор голос шел откуда-то из-под земли так ну я так понимаю дяды у нас вечер ночью да поэтому здесь было вино совсем протише все же кто-то его выпил я пожалуй пойду на запах давай здесь пригодится глаз не холены что кто смеет беспокоить мою божественность геральт из ривии приятно познакомиться я подозревал что у всебога есть телесное воплощение но не ожидал что оно такое большого неплохо ты откормился за счет этих бедолаг так уж и за счет я им замен помогаю благословляю отпускаю грехи советы даю и поверь мне людям это необходимо я бы о них и дальше заботился но они не соблюдают договор приносят мне в жертву какие-то несчастные объекты которые которые они вынули изо рта у собственных детей это еще и проклятие на них на славу и не сниму пока они не принесут приличных дорог что мне радоваться простокваши и мерки проса не бывать этому так и вы скажи у меня есть идея получше я тебя просто убью а что у меня с хп то почему не восстанавливается все счету тут что нибудь припас чё-то чутка есть на и все это все чуть а было чертеж геймерский стальной меч леги мерзкий ладно что нового у меня для вас добрые вести бог умер это было обычное чудовище которое пользовалось вашей наивностью вы голодали он обрастался новыми подбородками что ты наделал все бог предупреждал говорил что если его не станет всех нас смерть ждет пойдем требор расскажем остальным только общая молитва нас спасет да уж давай нельзя да сейчас то можно так чё у нас тут с допкой наджи же наджи ты не забывай так доп задание на благо науки дяды у дяды то там гвинт ух ты я уже не выиграю него карту уникальную да я же это он сдох так скачки веронницы и начните скачки падения дома радаран давай шестую посмотрим что и уровень так это где вон где да в принципе недалеко тут такие вот эти чё опять не туда бегу да не все туда пусто подумалось что ближе должно быть слышал обрегать дороги надо нет не слышал я не в курсе того где такие как я служили не люди чё такое тут так расплосит расплоры а вот долорес но и стоит училась а вот погляди что мне пришлось пережить на старости лет простой мужелан меня крова лишает а я ведь родилась дочкой дворянина вся усадьба мне и брату принадлежала что-то она смахивает на тамару ой то есть на на жену барона как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник я влюбилась и вышла за него когда мы с ним собрались уезжать из имения так брат на меня до того разобиделся проститься со мной не вышел а вот теперь спустя столько лет вернулась я в эти края брата нет а люди говорят что в старом доме завелись чудовища я мог бы заняться этими чудовищами ты ведьмак так обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой но да мне то все равно лишь бы ты был честный дом находится к востоку отсюда возьми ключик как разгонишь чудовища ключом этим откроешь скатулку с моими сбережениями они твои там немало уж поверь 100 крон а если будет нужно у меня еще осталось что продать но я знаю вы ведьмаки даром не работаете поэтому бесплатно тебя не отпущу а ну тут вот отсюда будет ближе да отсюда ближе будет король такими лепешками так 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 Девушки отдыхают. Всюду полно ловушек. Надо смотреть под ноги. Растяжка. Ну и что ты обезвредить ее можешь, нет? Блин. Вот и все дела. А. Можешь, да? Чудесно. Так, с этим разобрались. Так, с этим разобрались. Что-то тут не так. Растяжка. Вот и все дела. Растяжка. Вот и все дела. М-м-м, чердак. Может, я захватил, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Реакция тебя подводит. Мои ловушки не слишком тебе навредили? Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Хорошая мысль затаится там, где полно чудовищ. Благодаря этому случайные люди здесь не вертятся. А к приходу не случайных я приготовился. Убийцы? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок Муинна я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причин. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Ты что-то расслабился, дал заманить себя в ловушку. Все ловушки, которые здесь есть, я расставил сам. Надо от них избавиться. Ты идешь? Иди. У нас есть план? Будем импровизировать. Нехорошо. Не давайте ему продохнуть! Сами говорите! Все. В таком случае, удачи. Может, сходим вместе? При виде двух ведьмаков у него язык быстрее развяжется. И потом, мы давно не виделись, рассказал бы, что творится в мире. Ну, раз так, с удовольствием составлю тебе компанию. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Так, ты подожди, дай мне сперва собрать лут. Надо полагать, Людвиг этот не лучший твой друг. Держись поближе! Я у это... Не знаю, как бывает в нашей профессии. Вечером бьешь хрест и вино, а утром проверяешь, не обокралили. Как ты с ним познакомился? Держись поближе! Это было еще до того, как король Фольтест оставил этот мир. Поэдирния за Людвига назначили награду. Деньги были солидные. С обычными заказами тогда было туго. Так что я решил достать этого ублюдка и немного приподняться. Выследить его было проще, чем убить утопца. Он кутил в золотом висельнике, в самом центре Хагги. Я поймал его, связал. Но пост стражи заступал только на рассвете. Так что у нас было еще несколько часов. Мы начали болтать, чтобы убить время. И так разговорились, что утром я его отпустил. А этому ты ему и поверил. Думал, он хочет тебя отблагодарить. Я был глуп, а за глупость надо платить. Только за предательство надо платить дороже. Но пошла. Это кроматный, со шрамом на лбу. Еще один, седой, Людвиг будет недоволен. Лето, здравствуй. Рад видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же. Мы в конце концов старые товарищи. А этот вот кто? Не твое дело, и не уходи от темы. От темы? От какой темы? Вы же только пришли. Садитесь. Может, выпейте чего-нибудь? Я не пью с предателями и продажными шкурами. Эй, эй. Думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и пяти минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Внимание, господа! Это ведьмаки! Ведьмаки не нападают, друзья! Для вас мы сделаем исключение. Стоп, и не падай. Да уж. Лежи спокойно, не то истечёшь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Ониксиро. В залипье. Вот интересно, сколько стоит жизнь старого товарища? Последнее время у нас, Квер, нашли дела. И мы попались под руку чёрным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам, понимаешь, таким, как он, не отказывают. Понимаю. Эй, а моё лекарство? Видишь ли, Людвиг, таких, как я, не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. Стой, поджидаю, утонусь. Чё я тут? Зря их всех убил. Сука, этого чё нельзя убить? С него ж. Тоже ж можно было чё-нибудь взять. Ну, пошли. Пошли. Арно Вестер. Невгардское имя. Родом он, кажется, из Миттины. Но убивал повсюду. От Дальнего Юга до Драконьего. Я о нём не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппо Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедиана. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал им зубы один за другим, а потом разрезал «Смотри, оба». Думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Накрадены три медика. Сегодня будет больношой. Кославе всё не нужно. Лоб у ней, как печка горячая. Бред. Держись у меня число. Куда вы так спешите? Как вы оборонены любят, но там проучат, не будешь такой заносчек. О! О! А вот и ты. Что с моим домом? Там уже безопасно. Благодарю. Это место столько значит для меня. А ты случайно не находил шкатулки с моими сбережениями? Нет. Может, её украли? Может быть. Столько лет прошло. Но ты поищи. Другой награды я тебе предложить не смогу. Я так и сделаю. Мне пора. Да хранят тебя боги. Блин, я совсем про шкатулку-то забыл. Капец. Держись у меня число. Так это и есть тот ведьмак, старший. Просилые кони. Они, должно быть, стоят больше, чем вся эта деревня. Что в этом сарае? С-с-сено. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома всё ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь и не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши. Что там такое, мать вашу? Гром какой, или что? Молчай. Молчай. Ё-моё. Ха-ха. Рад видеть тебя. Лето. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. Я решил, наконец, взглянуть на славного Арнавестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем. Поградать с человеком не было. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем. Но одно неверное движение и... И что? Кончишь как он. Ну, что скажешь? Вы что, лето убили? Я скажу, что вам конец. А что они храпят-то? Лето сдох. Лето из Гулеты. Замгребарский яд. Что-то не так. Ебать, как он такого здорового утащил. Он же килограмм 150, наверное, вешает. Так, ну и... И чё? Чё дальше-то? Очухался? Ты ещё тут? Если бы не я, тебе отрезали бы голову. Ну, вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Это, блядь, что такое? Не так громко, Геральт. Я только что воскрес. Кстати, замгребарский яд ещё может тебя убить. Антидот есть? В седельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты всё это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Лок-Муинна. Их было много. Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил Арбалетчика. Остальное ты знаешь. Ты не боялся, что он тебя обманет? Так же, как Людвиг. Пришлось рискнуть. Если бы ты не вырезал всех свидетелей, весть о том, что Летый из Гулеты мёртв, разлетелось бы по всему континенту. Мог бы меня посвятить в свой гениальный план. Я же сказал, не влезай. Ах, план мой похерился, значит, придётся залечь на дно. Ты мог бы переждать в Каэр Морхене? С твоими друзьями из Школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Хм... Почему нет? Закончу кое-какие дела, я отправлюсь туда. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания. Так, а чё вы? Уже же вечереет, да? Уже же вечереет. Сколько там у нас... А, нет. Надо вот здесь посмотреть сколько. До 22 часов. Скоро полночь. Значит, дяды скоро начнутся. Так, начнутся скоро дяды. Так, чё? Так, давайте-ка мы, наверное, сейчас это... На вот этом закончим. А в следующей серии как раз там найти на дяды. Сходим и дальше двинемся. Так, давай мы сейчас найдём... Блин. Сперва их. Где они там? Дяды, дяды, вот. Карта мира. Это куда? Вот сюда, да? Окей. Окей. Так, в общем... На этом сегодня всё. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok